Добрый вечер! Эфир телеканала ПС продолжает информационная программа Панорама Севера в студии Ирина Кожина. 1 миллион рублей – таков размер субсидий, которые могут получить предприниматели Архангельска. Возможным это стало благодаря городской программе «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельске», которая в 2013 году была инициирована мэром Виктором Павленко. По итогам конкурсов 2014 года победили проекты семейного центра «Леля», детского центра «Улыбка», группы дневного времяпрепровождения детей «Антошка» и компания. Предприниматели откроют дополнительные группы для 80 дешкалят. Кроме того, будет создано 20 новых рабочих мест. В отличие от потребительских товаров, цены на топливо на отечественном рынке демонстрируют стабильность. Более того, к концу января некоторые компании проводят, пусть незначительное, но снижение стоимости на нефтепродукты. С подробностями Виктор Кузнецов. Вопреки слухам, ожидаемого повышения стоимости на топливо не произошло. Цены на бензин и солярку застыли на отечественных заправках, а на некоторых из них и вовсе пошли вниз. Разговоры о повышении цен заполонили информационное пространство в конце прошлого года. Свою роль сыграл и обвальный рост валютного курса. Это вылилось в конечном итоге в предновогодний торговый бум на потребительские товары и недвижимость. С 1 января оползла вверх стоимость продовольствия. Между тем, ценники на бензин показывают удивительную стабильность. Ожидали, ожидали. Но они упали, цены-то. Ненамножко упали. Несмотря на некоторую рыночную панику, нефтяные компании демонстрируют полное спокойствие. Подтверждает мониторинг, который мы ведем еженедельно. По данным на 25 января цены на бензин остаются на прежнем уровне. Более того, с сегодняшнего дня Роснефть опустила цены на автозаправках в среднем на 20 копеек на популярные марки бензина. И это уже не первое снижение за последние три месяца, что не может не радовать как водителей, так и простых граждан. Надо, чтобы больше снижали еще. И цены будут ниже их продукты. Все от этого зависит. Все зависит от бензина, а не кажется. И зависит от нефти. В числе основных затрат, из-за которых цена на продукты растет, это составляющая топливная. Теперь у нас будут основания для того, чтобы по этой позиции их доводы отметать. Цена на бензин остается на прежнем уровне и даже уменьшается. Поэтому цены на продукты должны тоже уменьшиться. Насколько велик окажется стабилизирующий эффект топливных цен на российский рынок, узнаем совсем скоро. Виктор Кувнецов, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Собственникам многоквартирных домов стали поступать первые счета за капитальный ремонт. Напомню, с этого года введена новая схема сбора платежей. Там, где собственники решили собирать деньги и самостоятельно их тратить, создаются свои счета в банках. Если же такого решения не было принято, то средства поступают на счет регионального оператора в так называемый общий котел. За и против такой схемы высказали жители Новодвинска. Пока еще не определились, не поняли еще что-то такое и зачем это вообще нужно. А суммы вообще большие пришли, ожидаемые или нет? Мы вообще не ждали? Не ждали вообще-то, да. Вообще никаких сумм не ждали. У нас содержание жилого фонда есть, кстати, и, честно, я думала, что все туда входит. Если бы, конечно, чисто в свой бы дом вносились эти деньги, что когда-то на самом деле, а тут неизвестно, что будет. Да, оказывается, еще и в Архангельске-то где-то аккумулируется все на счетах. Это же даже не в Новодвинске. Это вообще может уйдет в область куда-нибудь наши деньги. А наши дома будут ждать. В общем, мы не поняли, конечно, и зачем это нужно. Получил счет. И мне интересно, о чем думает наша мэрия? Да нет даже слов возмущения, честное слово. Это как так? Кому-то надо деньги давать. Мы живем в Новодвинске, а почему-то в Архангельске должны платить. На данный момент кажется, что деньги в никуда уйдут. Все не прорвало там где-то что-то, или крыша потекла, да? Ну, разве можно добиться там через этот регионального оператора, которому отсылаете эти деньги? Это же не смешно. Это вообще невозможно будет. Это такая тягомотина, которая вообще ни в какие ворота не укладывается. А тут на ней конкретно живые деньги. Снял, воспользовался, сделал. Все? Правильно? В наших следующих выпусках мы продолжим обсуждение этой актуальной темы. К сожалению, из Новодвинска поступили и шокирующие новости. Стали известны подробности жесткого убийства, которое произошло 17 января. Напомню, в лесном массиве недалеко от Новодвинска было обнаружено тело 17-летнего подростка. Подозреваемого в совершении преступления нашли и задержали. 17-летний подросток пропал без вести в декабре прошлого года. Существовало несколько версий его исчезновения. Основное это то, что молодой человек скрывался от сотрудников полиции, так как против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в вымогательстве и грабеже. Дело находилось в производстве Новодвинского городского суда. При этом несовершеннолетний скрывался от суда и был объявлен судом в розыск. Но, как оказалось, юноша не скрывался, а был убит и похоронен в лесу недалеко от дачных кооперативов. Как нам удалось выяснить, 11 декабря 2014 года компания молодых людей за городом отмечали день рождения своей подруги. Между подростком и одним из гостей на даче недалеко от Новодвинска произошла ссора, в ходе которой тот жестоко избил парня. На следующий день вместе с другом они вынесли тело несовершеннолетнего в лес, где и закопали. Следственным отделом по городу Новодвинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Парханинской области в Ненецком автономном округу возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 111 Уголовного кодуса Российской Федерации по факту обнаружения трупа подростка с признаками насильственной смерти в одном из лесных массивов дачного кооператива на территории города Новодвинска. Лицо подозреваемое на совершение преступления было задержано. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Преступление совершено на почве личной неприязни. Это убийство потрясло всех своей жестокостью. Сначала избили, а на следующий день похоронили в промерзшей земле. На протяжении месяца молодые люди скрывали преступление. Несмотря на то, что несовершеннолетний имел проблемы с законом, друзья отзываются о нем хорошо. Даня был очень веселый, отзывчивый, всегда смешил. Я с ним познакомилась, когда была маленькая, он гулял в нашем дворе, мы живем там недалеко. Но он зацепил тем, что он все время рассказывал смешные шутки, я как бы ходила во двор, всегда гуляла с ним. Подростка уже не вернешь. Но из этого стоит сделать определенные выводы. Как самим несовершеннолетним, так и их родителям. Многое зависит от компании, с которой общается подросток. Мамам и папам необходимо интересоваться друзьями своих детей, знать и проверять их местонахождение. На телеканале НТВ стартовал цикл передачи об Архангельской области. В программе НТВ «Утро» был показан сюжет о проспекте Чумбар-Волучинского. Все бы ничего, да вот только титр на экране сообщал. Сюжет снят в Астрахани. Остается надеяться, что туристический символ Русского Севера все же не будут нести в себе орфографический отблеск города на Волге. И Архангельск для России предстанет Архангельском. К другим темам. В мае этого года Россия отметит 70-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к этому великому дню уже началась. В Архангельской области 1 февраля стартуют культурно-патриотические акции. Подробнее о праздновании, которое объединит всех жителей области, Валерия Пуминова. В Архангельской области празднование юбилея Великой Победы не ограничится одним днём. Культурно-патриотические акции пройдут по всему региону в течение четырёх месяцев. Две региональные акции, которые предлагает Министерство культуры Архангельской области. Одна из них – это акция киноакция прошлых лет, военные года. Рекомендации по проведению этой акции и диски уже у нас направлены в муниципальное образование, в районы и города. И уже идёт подготовка к этим кинопоказам. Во всей области будут показаны семь лучших ретроспективных фильмов, снятых архангельскими режиссёрами и тележурналистами за последние 25 лет. Вторая акция, о которой хотелось бы сказать, это акция «Фронтовой идёт концерт». Это акция «Дань памяти» фронтовым концертным бригадам, которые на протяжении всех военных лет вместе с воинскими частями тоже проходили и концертный, и в том числе и боевой путь. Такой формат подготовки к празднику позволяет охватить даже самые отдалённые уголки Архангельской области. Итоги акции будут подведены 8 мая. На праздничном концерте в Поморской филармонии отметят самых активных участников, а в Центре «Патриот» пройдёт голопоказ фильмов и встреча с их авторами. Валерия Пуменова, Алексей Шершов, «Панорама Севера». 28 января – день угощения домового. В народе праздник раньше назывался «Кудесы». В этот день люди общались с домовым или же просто веселились. Если этот день никак не отметить, то добрый хранитель домашнего очага превратится в достаточно лютого духа. Верит ли сегодня в домового, узнаем в традиционной рубрике «Вопрос дня». Мне кажется, должны быть домовые в доме. Если мы их не замечаем, значит, всё хорошо в квартире. Возможно, что-то такое есть, какой-нибудь добрый домовёнок, который охраняет наше жилище. А, кстати говоря, знаю, что когда переезжаешь с одного места на другую, допустим, меняешь одну квартиру на другую или дом, то нужно обязательно позвать его с собой, иначе он может обидеться. Я думаю, что нет, но поверьей, конечно, полно. За нерадивой хозяйкой следит и гадости делает периодически всякие. Я думаю, что домовой точно есть, потому что иначе куда же пропадают вещи, которые нельзя найти много-много часов, пока не скажешь всем известную присказку. Домовой домовой поигрался и отдай, и только тогда вещь найдётся. Я лично очень верю в домового. Домовой есть для тех, кто в него верит. Вот и всё. Потому что его нет. Я его не видел. Иногда он проводит. Дома наводит порядок, а иногда беспорядок. Всё зависит от того, как мы, люди, к нему относимся. Я очень хорошо, но у меня почему-то всегда беспорядок. Пытаюсь, молочко, конфетки в углу, но пока не получается. К нам бабушка говорила, что домовой его всегда подкармливать надо, его любить надо. В новую квартиру приходишь, всегда с домовым надо здороваться. Подкармливаю, если честно. В основном они больше любят сладкое. Надо блюдечко ставить на блюдечко, ложится какие-то вкусненькое чего-то такое. Продолжит тему новостной дайджест. Архангельская область получит федеральную субсидию в размере 16 миллионов рублей на развитие профобразования. Средства пойдут на разработку и внедрение программ модернизации системы среднего профессионального образования региона. Финансовые вливания позволят продолжить работу по созданию центров оценки и сертификации квалификации выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области. 10 500 экземпляров наваги попали в браконьерские ловушки в Унской губе Белого моря. Инспекторы национального парка Онежское поморье и пограничники провели совместные рейды, в ходе которых было выявлено 8 нарушителей. На них были составлены протоколы об административном правонарушении. Общая сумма штрафов составила 25 тысяч рублей. 29 января очередной день городской акции «Родители, где вы?». У нескольких детей из детских домов появится шанс обрести собственную семью. Горожан, желающих принять в ней участие, ждут в Центре охраны прав детства по адресу Проспект Троицкий, дом 96, корпус 2. Подробности по телефону 21 43 49. Далее расскажем о некоторых темах свежего номера газет «Правда с севера» и «Архангельск. Город воинской славы». 30 января первому всенародно избранному губернатору Архангельской области Анатолию Ефремову исполнилось бы 63 года. К этой дате вышла книга «Настоящий губернатор». Подробности читайте в свежем номере. Директор департамента городского хозяйства мэрии Владимир Плюснин рассказывает о том, что входит в состав общедомового имущества жилого дома, кто несет за него ответственность и что делать, если жильцов не устраивает работа управляющей компанией. О развитии сферы образования города, о том, что опыт архангельских педагогов транслируется по всей области и даже по России, в своем интервью говорит директор департамента образования мэрии Татьяна Агибина. Газета публикует фоторепортаж следовой площадки на стадионе «Волна», где горожане могут кататься на коньках бесплатно целыми семьями. Муниципальную афишу, телепрограмму и страницу поздравлений. Газета «Архангельский город воинской славы». Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем. Честное слово главы региона. Одна из самых обсуждаемых новостей последних дней – проверка губернатора Архангельской области Игоря Орлова полиграфом для программы федерального телеканала НТВ. Она уже вышла в эфир. Зачем губернатор согласился на такую непростую проверку и что такое политическая честность? Такие вопросы поднимает «Правда Севера». В двух муниципальных образованиях Архангельской области, Вельском районе и городе Коряжма до сих пор не приняты поправки в местные уставы, а их необходимо привести в соответствие с областным законом. Почему упирается Вельск и что происходит на депутатских сессиях в Коряжме? Выяснили журналисты «Правды Севера». Поперечка. Лесной поселок, основанный в послевоенные годы в Верхнитуемском районе. Здесь постоянно живет около ста человек, работы нет никакой. Субъектов экономики два. Это пара магазинов. Но жители поселка говорят, что ни за что отсюда не уедут. О притягательном секрете поперечки в свежем номере «Правды Севера». Строительство кафедрального собора в Архангельске святейший патриарх Алексий II благословил 10 лет назад. Возведение нового духовного центра города началось в 2008 году. Можно сказать, что собор растет на глазах горожан и уже сейчас поражает своей красотой и масштабностью. Он рассчитан на 3000 прихожан. В интервью нашему телеканалу митрополит архангельский и холмогурский Даниил рассказал, на каком этапе строительства собор находится сегодня. Архангельск был основан вблизи Михаила Архангельского монастыря. Святая обитель подарила городу не только имя, но и ангела-хранителя, который незримо оберегает жителей от всех невзгод. В советских времен в городе не было храмов, носящих имя небесного покровителя. Поэтому возведение кафедрального собора – это не просто появление нового духовного центра. За четыре года строительство прошло долгий путь от первого кирпича до установки куполов. Уже началась облицовка белым мрамором, однако преобразование собора на этом не закончится. Облицовка белым камнем – это, конечно, некое одеяние, вот как невесту одевают в белое платье. Вот нечто подобное будет с нашим собором. Он будет облачен вот эту красоту, будут все-таки иконы, которые сделаны будут из мозаики, будут святые нашей земли, нашего севера, которые особо нам близки. Первое богослужение в стенах собора было совершено еще летом 2011 года. Вскоре после этого на первом этаже оборудовали временный храм, на службу, в который устремлялись сотни горожан. Сейчас начинаются активные работы по внутреннему благоустройству собора, поэтому его закроют для прихожан. Сейчас у нас больше служб на нижнем этаже не будет, в нижнем храме, потому что все демонтировано, иконостас, и пол, и будут прокладываться коммуникации уже до лучших времен. Временное прекращение служб – не повод для огорчений, а знак того, что близится момент, когда призывный звон колоколов ознаменует открытие Михаила Архангельского кафедрального собора. Точных сроков завершения строительства нет, поскольку средства собирают всем миром, и вопрос финансирования до конца не решен. Пожертвования принимают часовни, расположенные рядом со стройкой. Кроме того, открыть специальный банковский счет. Валерия Пуменова, Алексей Шершов, Панорама Севера. Архангельская область готовится принять первенство России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут с 16 по 21 февраля в спортивном оздоровительном комплексе «Малиновка» Устьянского района. Месяц спустя там же состоится чемпионат России. Сегодня организаторы этих масштабных стартов провели специальную пресс-конференцию. По своим спортивно-техническим характеристикам трасса в Устьянах превосходит многие российские лыжни. Ее длина 6,2 километра, ширина 6 метров. Впрочем, отличительной особенностью является перепад высот – 54 метра. В обоих соревнованиях примут участие около 1200 спортсменов, тренеров и судей со всей страны. Мы в этом году пошли как бы новым путем по подготовке спортсменов. Подключилась к команде группа научная. Мы провели первый срез уже. Вот наших ребят есть определенные, сделаны определенные выводы, наработки. Надеемся, что это все вместе придаст определенный толчок в результатах наших спортсменов. Наши медальные амбиции на чемпионате России связаны с именами известных спортсменов Александром Селяниновым и Светланой Николаевой. Подробную программу соревнований можно найти на сайте первенства и чемпионата России по лыжным гонкам. Сейчас вашему вниманию рубрика «Открытый город». Анонс прямых трансляций на телеканале ПС. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. Спорт на телеканале ПС. Все поклонники хоккея 29 января в 13.30 смотрите трансляцию игры команд «Водник-2» «Строитель» Сыктывкар. В рамках первенства России по хоккей с мячом среди команд высшей лиги. А вечером 29 января в 21.30 состоится чемпионат Архангельской области по мини-футболу. На поле спортивного комплекса «Норд-Арена» встретятся команды «Армида» и «Рома». 30 января в 16.00 смотрите трансляцию из Архангельского театра драмы. В прямом эфире вы увидите «Вечер памяти» экс-кубернатора Анатолия Ефремова. «Я жизни отдал все сполна». Образцовый хореографический ансамбль «Дружба» отмечает день рождения. 31 января в 16.00 в прямом эфире смотрите трансляцию праздничного концерта из Архангельского дворца детского и юношеского творчества. По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию телеканала ПС. Звоните 63 97 20. Откройте город вместе с нами. Новости о ситуации на финансовом рынке остаются в центре внимания. Далее в программе информация о курсе валют. По данным Центробанка на 29 января курс доллара США составляет 67 рублей 15 копеек. Курс евро 76 рублей 26 копеек. Это была «Панорама севера». После прогноза погоды смотрите программу «В центре внимания». Тема разговора – утилизация бытовых отходов. Артемий Заварзин будет беседовать с Алексеем Старостиным, заместителем директора департамента городского хозяйства мэрии Архангельска. А я, Ирина Кожина, прощаюсь с вами. До свидания. 29 января в Архангельской области будет пасмурно, местами пройдет небольшой снег. В Котласе и Мирном 5 градусов мороза, ветер юго-западный. В Северодвинске и Новодвинске чуть теплее, там минус 3. В Архангельске облачно, ночью слабая метель, а днем продолжительный снег. Ветер юго-западный, температура воздуха ночью минус 3, минус 6, днем минус 1, минус 4. Тип погоды третий, неблагоприятный. Атмосферное давление будет падать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова